всем доброго времени суток уважаемые подписчики это цикл видео уроков delphi программирование для новичков сегодня мы с вами поговорим о этапе отладки вашей программы или чтобы вам было понятней поиск ошибок и их исправления так как многие пишут о том что не знают как найти ошибку как ее исправить и все в таком роде вот мы с вами сегодня попытаемся рассмотреть какие же есть способы для поиска ошибок в delphi и так допустим у нас есть программа в которой у нас есть следующие переменные ребята ajn типа integer то есть целые числа sft это стринговые переменные которые предназначены для хранения текста и abc которые охраняет дробные числа также у нас есть массив m от 1 до 5 5 элементов всего лишь внутри него и есть вот такая вот кнопочка кликнув по которой мы с вами а присваиваем ай разделить на джей казалось бы логически как бы вроде бы как ошибки нет но мы с вами нажимаем f9 запускаем проект и нажимаем button 1 для того чтобы это все дело рассчиталось и у нас вылазит следующая ошибка то есть я зеродевает в из месяц флотин division by zero в переводе это означает что нельзя делить на ноль и чтобы мы знали что у нас где хранится у нас видите вот . остановилась именно на этом месте мы можем навести на цифру ай курсор и мы видим что в ай у нас хранится 10 давайте наведем на джей а вот здесь 0 значит ошибка в том месте где мы присваиваем с вами джей делить на ноль по правилам нельзя для этого мы должны перейти вот выше форм крейте у меня например видите я ай присваиваю 10 а джей присваиваю ай минус 10 но поскольку ай 10 10 минус 10 дает ноль вот здесь вот ошибка то же самое можно было не дожидаясь ошибки с вами реализовать есть такой момент как точки прерывания напротив строчек в которых что-то происходит есть вот такие вот синенькие точечки и мы с вами можем ставить точки прерывания вот если мы поставим кликая по ним ставим точки прерывания таким образом когда мы запустим проект и у нас наша программа дойдет до места где будут выполняться эти строки она на них остановится и мы сможем с вами проверить что и чему там равно на том этапе вот давайте нажимаем f9 и у нас сразу же видите вот стрелочка показывает что мы остановились на вот этом моменте на этом моменте у нас ай равно нулю потому что мы еще ничего сюда не присваивали давайте нажмем еще раз f9 и мы перейдем к следующей точке прерывания а вот теперь наводим на ай вот теперь она равна 10 потому что мы эту строчку как раз прошли ну а джей у нас все еще равно нулю нажимаем еще раз f9 и у нас как видите все прошло дальше нажимаем на баттон и теперь если мы наведем на джей вот здесь вверху хотя остановилась у нас на этой строчке то мы видим что там 0 и остался вот здесь как раз и есть ошибка благодаря точкам прерывания вы имеете возможность отследить изменения тех или иных данных посмотреть где у вас что находится возможно в какую-то переменную или массив вы просто заносите неправильные данные и ваш алгоритм где-то там в чем-то был неправильным так что не нужно игнорировать такой важный элемент все таки как точки прерывания теперь давайте рассмотрим следующий момент мы берем с вами цикл от 0 до 5 и в массив с этим элементом присваиваем цифру и ай так называемую давайте посмотрим что у нас произойдет и у нас сразу же говорит ошибка во первых неизвестный идентификатор у нас м там вот так вот должно быть вот мы запустились нажимаем и ошибку вроде как не выдает у нас да хотя у нас там от 1 до 5 было ну по неизвестной причине дэлфи не хочет выбивать ошибку возможно я где-то в настройках там убирал проверку на выход за границы массива ну в любом случае давайте хотя бы рассмотрим как будут изменяться значения внутри массива внутри цикла ставим тоже точку прерывания здесь же или можем даже чуть ниже поставить чтобы она уже прошло его собственно нажимаем на кнопочку и смотрим j у нас минус 3 и присваивается здесь тоже минус 3 если мы наведем на массив то вы видите что у нас там хранятся одни нули а почему одни нули потому что у нас массив там от нуля до трех а это минус 3 то есть это значение по сути еще нигде не сохранилась у нас массив не может хранить это самое значение далее нажимаем f9 j изменилась на минус 2 наводим на массив опять же видите никакие значения не изменились еще проходим вот дошли до нуля вот теперь в массиве нолик есть дальше теперь уже появится единичка по идее да вот она единичка дальше появляется двоечка так как j у нас равно двоечки то же самое троечки ну и дальше опять она уже в массиве у нас сохраняться не будет именно таким вот способом вы можете проверять и те изменения которые проходят внутри массива не только внутри переменных ну и помимо точек прерывания есть еще один довольно удобный момент можно отслеживать изменения переменных в watch через watch смотрите нажимаете project или ран ран да вот add watch то есть добавить просмотр какую переменную мы хотим с вами проверять мы хотим проверять как будет изменяться джей нажимаем окей видите джей добавлено сюда так давайте с вами изменим размер чтобы он нам тут не мешал watch с вами поставим немножечко повыше вот здесь растянем его помимо этого снова нажимаем add watch через правую кнопочку на watch листе мы хотим с вами проверять м а это у нас массив поэтому можно выставить что это рекорд структура при желании дальше ну что мы с вами еще можем тут отследить label 1 caption да давайте скопируем правой кнопочкой add watch и добавляем label 1 caption если вы не хотите чтобы что-то из того что вы добавили проверялось можно просто убрать или добавить галочку или через правую кнопочку здесь есть delete watch опять же тоже ставите точки прерывания где нужно остановиться и здесь сразу же вам будут отображены все ваши переменные которые вы выбрали вот я нажимаю на кнопочку и вы видите у нас вот остановилась все и смотрите джей у нас равно нулю в м мы видим что одни нули только находятся в label caption нету ничего нажимаем еще раз и в 9 видите джей изменилась на единичку в м занеслась тоже единичка здесь label 1 там нолик пока еще хранится нажимаем далее видите здесь уже нолики 1 джей 2 здесь занеслась двоечка ну и так же само можно проверять все остальное это довольно таки удобно но ребята имейте ввиду что если вы перекроете watch list чем-то ну например форм 1 то будет проблематично это все дело отслеживать надо будет убирать форму чтобы она не закрывала иногда это сделать неудобно потому что то здесь перекрывается если форма большая то здесь вот это вот может конечно определенные неудобства у вас вызывать а так в принципе довольно удобно ну давайте некоторые ошибки просто рассмотрим для того чтобы вы знали внизу здесь у вас отображается всегда что за ошибка вот в данном случае incompatible types это обозначает несовместимые типы то есть у первой переменные тип интеджер у второй реал интеджер это целое число реал дробное то есть нельзя присваивать целому числу дробное число также имейте ввиду что не всегда подсвечивается у вас та строка в которой есть ошибка иногда подсвечивается следующая строка то есть у вас что-то там выполнилось но выполнилось неправильно и остановилась на следующей строке поэтому если у вас показывает эту строку то либо в ней ошибка либо перед ней ошибка также может быть еще у вас вот такая вот ошибка смотрите загорелась ай-ай присвоите undeclared identifier это обозначает что неизвестный идентификатор в этом случае скорее всего переменная которой вы что-то присваивать она вас не объявлена вот если мы перейдем в раздел var у нас здесь нету такой переменной ай-ай вот если мы здесь объявим эту самую переменную а стоп тип реал у нее должен быть да давайте в тип реал сюда добавим вот теперь запускаем и никаких ошибочек у нас уже нет вот есть еще такая ошибка например constant expression violates abstain bounds все что связано практически с violates различные ошибки это говорит о том что вы где-то вылазите за границы например я переменной ай-ай присваиваю десятый элемент массива а у нас в массиве всего четыре элемента от нулевого до третьего десятого просто не существует и delphi нам говорит о том что мы с вами вылезли за границы и вообще в delphi есть много разных видов ошибок но это самые такие основные наверное которые чаще всего встречаются и если вы загуглите или напишите в яндексе ну перепишите саму ошибку то сможете прочитать собственно что она обозначает и какими путями ее можно будет преодолеть я думаю с этим у вас особых проблем возникнуть не должно так ну и о чем хотелось бы сказать напоследок это о том что можно запускать не только через f9 но и через f8 это пошаговое выполнение будет ну давайте здесь m1 к примеру присваивай да так стоп это я f9 нажал f8 смотрите мы пошагово можем проверять все что здесь происходит и по одной строчке перемещаться вот нажимаем еще f8 еще f8 вот здесь аппликейшн у нас запускается далее мы нажимаем здесь на кнопочку и можем с вами в принципе а ну дальше мы здесь уже не перейдем да насколько я понимаю то есть это уже надо здесь было ставить точки прерывания ну в любом случае если у вас ошибка возникает сразу же при создании вашего проекта как вы его только запускаете то вот на вот этом вот этапе в project можно будет отследить идет этап инициализации когда все подготавливается к тому чтобы ваш проект запускался дальше создается сама форма и запускается само приложение ваш exe файл полностью вот на каком-то из этих этапов тоже в принципе может что-то случиться помимо этого вы сюда можете вписывать еще дополнительно свой код также подключать дополнительно какие-то библиотеки какие-то формы созданные вами ранее или кем-то другим и все в этом роде ну а у меня наверное на этом все ребята всем спасибо за внимание всем пока подписывайтесь на канал ставьте палец вверх ну если мои видео будут полезны для вас то я буду находить время и стараться продолжать этот цикл и далее с вами был Виталий Соколов пока